Для начала давайте вообще просто, я вот пока рассказываю, можете в чате описать по десятибальной шкале, опишите свой опыт вообще, вот веб-разработки, я имею в виду конкретно в PHP, да? Вот, чтобы не знать, какая аудитория и как детально рассказывать моменты. Спасибо. И еще просьба поставить еще раз плюсик, если видите мой экран, мою презентацию. Ага, есть даже, вот я смотрю, опыт 7 баллов. Ну это хороший опыт. 6, 7, 3 балла, 2. Ага. То есть у нас получается сегодня смешанная такая аудитория. Ну, я думаю, те, кто написал 7, да, они просто подчеркнут какие-то детали, потому что у меня был опыт именно в разработке, ну, порядка пяти лет, да, и когда я начал преподавать, то я узнал несколько тонких моментов, да, ну, которые мне просто не нужны были на практике, вот, но они как бы дополнили мои знания. Вот, я думаю, у вас получится примерно то же самое, то есть вы дополните свои знания. Итак, поехали. Ограничение прав доступа. Расскажу немножко о себе прям вкратце. Я являюсь фуллстэк-девелопером в компании Studio Leads. Работаю я, у меня уже опыт работы порядка восьми лет. Вот. Начинал я, как ни странно, с крупного проекта. Это был, насколько я помню, это был институт, и это был крупный интернет-магазин. Я его писал почти два года. Но это был реальный проект, то есть его реально использую до сих пор даже. Вот такой вот у меня был быстрый старт, так сказать. Далее. Формат вебинара. Я постараюсь большую часть времени уделять практике. Примерно 80% у нас будет практика. Отвечать я на вопросы буду не постоянно, а в отведенный промежуток времени. Ну, так скажем, раз в 10 минут, да, чтобы у нас мы не сбивались с основного курса. Продолжительность вебинара, ну, час и чуть побольше у нас получается. Плюс час, в общем. И основная у нас цель, практически цель вебинара, это создать некий каркас админ-панели и реализовать там вход в админ-панель по логину и паролю. И также администраторы смогут видеть список пользователей этой панели. То есть самая такая вот упрощенная мини-административная панель. Вот. Но для начала, конечно, стоит поговорить вообще, что такое аутентификация, да, авторизация. Вкратце, теория. То есть существует два механизма. Это авторизация и аутентификация. Авторизация – это проверка прав на то, что пользователь выдает себя за тем, кем он является, то есть ввел логин и пароль. Вот. Но есть еще другой термин, да, аутентификация. Это проверка прав на то, что пользователь имеет доступ к определенной части системы. Вот. И, соответственно, мы реализуем вход в админ-панель, да, и если, например, у нас будет некорректный логин и пароль, то мы будем писать соответствующую ошибку и возвращать от сервера соответствующий статус кода, соответствующий этому термину. Вот. И есть, конечно, у нас разные механизмы авторизации. Самая простая – это basic авторизация. Но я ее даже не буду рассматривать по той причине, что она, во-первых, не кастомизируется, во-вторых, она используется в очень ограниченных кругах, таких как, например, интерфейс для роутера, да, то есть куда доступ имеете только вы, например, там, ну или два человека, три человека максимум. Вот. То есть ограниченный такой интерфейс. Вот. И она самая простая авторизация, но самая некастомизируемая и самая некрасивая. Вот. Вот мы будем говорить о полноценной авторизации, да, где мы можем сами добавлять формы различные, там, не только формы логина и пароля, да, но какие-то галочки, там, например, запомнить меня. Вот. Но для этого нам понадобится знание таких двух основных терминов – это cookie и сессии. Что такое cookie? Cookie – это некий фрагмент данных, хранимый на компьютере пользователя. То есть именно это локальное клиентское хранилище данных. Оно является также временным хранилищем. То есть мы можем задавать определенное время жизни отдельных записей в этом хранилище. Вот. Нужно понимать, что это не на сервере хранилища, это хранилище в браузере, то есть у клиента. Это очень важно, потому что мы сейчас более подробно на практике будем рассматривать, почему это важно. Вот. И еще один, несколько аспектов касаемо cookie, что данные эти, они должны как-то устанавливаться в этом хранилище. Так вот, один из вариантов – это по команде от сервера. То есть выполняется некая команда от сервера, используя заголовки ответа. То есть когда мы загружаем страницу, от сервера в заголовках ответа приходит команда «Установить куку». И кука устанавливается в локальном хранилище клиента. Вот. Далее эти данные могут отправляться на сервер. То есть они при каждом запросе будут отправляться. Используя те же самые заголовки ответа и заголовки запроса. Кстати, поставьте, пожалуйста, плюсики и минусики, да, соответственно, если вы знаете, что такое заголовки, и, соответственно, минусики, если кто-то не знает, что такое заголовки, заголовки запроса и заголовки ответа. Ага, часть знает, часть не знает. Но для тех, кто не знает, я вкратце прямо скажу, я сейчас показывать не буду. Ну, на практике я покажу еще эту часть, я в теории сейчас скажу, что заголовки – это, условно говоря, часть, некая часть ответа. То есть когда сервер нам отправляет ответ HTML-страницу, на самом деле помимо HTML-страницы там невидимым образом отправляются еще специальные данные. Вот эти специальные данные как раз-таки и находятся в заголовках. То есть у HTTP-ответа существует две части – это заголовки и тело ответа, и заголовки ответа. Это некое служебное пространство, которое, конечно, пользователь как бы не видит, но браузер их считывает. И то же самое есть в заголовке запрос. Когда вы делаете запрос на сервер, на самом деле вы не просто открываете, не просто отправляете форму, кликаете на ссылку. Помимо того, что открывается ссылка, там еще на сервер отправляются специальные заголовки. Да, все верно, Андрей, Header и Body. Вот. И Никита, что касается вашего вопроса, да, Куки еще рекламу предлагает. Да, о них мы тоже поговорим, на самом деле чуть попозже. Где используются вообще Куки, да, где используются еще сессии, помимо авторизации. Это, я думаю, мы в конце оговорим. Вот. Но сейчас у нас самая основная цель – это набрать минимум теории для нашей практики, то есть для авторизации. И второй термин – это сессия. На самом деле это не просто какое-то хранилище, да, это механизм, охватывающий также и Куки, то есть хранилище. То есть механизм, позволяющий идентифицировать пользователя и хранящий данные уже на сервере. То есть это не просто какая-то база данных, да, то есть там SQL или еще что-то, а это именно непосредственно некий файл специфический на сервере, служебный файл, который хранится в специальной служебной папке PHP, и в нем хранятся данные, которые принадлежат только конкретному пользователю, конкретного браузера, да. То есть вот я, например, как клиент открыл интернет-магазин и, например, ввел логин и пароль, и, так сказать, появилась сессия, моя сессия, в рамках которой я открываю какие-то странички, да, в интернет-магазине, и меня он воспринимает как того пользователя, которым я ранее был идентифицирован, да, то есть когда ранее вводил логин и пароль. И вот в процессе времени сессии, вот пока я хожу по интернет-магазину, там, выбирая товары, да, пытаясь оформить, заказать, то у меня сессия, она активна. И это значит, что есть связь с моим браузером и с неким файлом на сервере, в котором хранятся какие-то данные. То есть, ну, это не прямая, на самом деле, связь, то есть это связь, передающаяся, условно говоря, используя заголовки, запросы и заголовки ответа. Сессии тоже имеют ограниченное время жизни. Этот механизм условно связывает файл сессии на сервере с конкретным клиентом-браузером, но для того, чтобы связать, нужен некий идентификатор. Идентификатор сессии, который хранится в куке. То есть он у каждого пользователя уникальный. То есть почему уникальный? Потому что по этому идентификатору сервер определяет, кем я являюсь сейчас на данный момент, то есть я когда-то давно вводил логин и пароль, но это было давно, и вот на данный момент, кто я сейчас являюсь, и вот в этом идентификаторе как раз-таки и скрыта информация о том, кем я являюсь. То есть он связывает мой идентификатор в куках и связывает файл на сервере и смотрит, какие данные в этом файле на сервере. И понимает, что я там какой-то не Вася Иванов, а именно Александр. Давайте все-таки перейдем, наверное, к практике и более подробно это рассмотрим. Да, и я думаю, вы поймете, стираются сессии, не стираются сессии после закрытия браузера, после демонстрации примеров. Так, я попрошу сейчас еще раз поставить плюсики, если видно мой экран, мой браузер. Отлично. На данный момент я использую редактор PHPStorm. Так, и давайте вкратце посмотрим, что такое куки. Для того, чтобы установить куку, помните, я говорил, команду нужно подать от сервера. Этого нужно в PHP написать set cookie. У любой куки, то есть у любой записи этого клиентского хранилища существует ключ, ну, обязательно имя записи, name, например, my cookie. И существует, ну, какое-то значение нужно задать, например, my value. Остальные параметры я пока не буду указывать, потому что они сейчас не интересуют нас, но и они не обязательно, не обязательно они в этой функции. Вот, и давайте посмотрим, что происходит у нас на сервере. Откроем панель разработчика в Chrome. Вот. Ну, мы ничего не увидели, потому что не выводили. Но на самом деле в вкладочке network, да, то есть соединений мы можем увидеть, если просматривать по заголовкам, увидим такой вот служебный заголовок. Set cookie. Вот как раз-таки вот этот заголовок от сервера дал команду «Установить в моем браузере вот такой вот куки». My cookie равно my value. Все. И теперь смотрите, что будет происходить при последующих запросах. При последующих запросах на этот сайт эти значения будут отправляться, вот уже это в заголовки запроса. Не ответы от сервера, а именно запросы. Они будут отправляться уже просто в заголовки cookie. Вот. То есть, условно говоря, один раз сервер установил какую-то куку у меня в браузере. Все. После он может не устанавливать эти куки, он будет только их принимать в запросе. Да, потому что это хранилище клиентское. И для того, чтобы считать эти куки с браузера, существует специальная переменная – это cookie. То есть, это обыкновенный массив, супер глобальный. И здесь мы пишем наш ключ – my cookie, которые указали здесь. Вот. То есть, это команда. А это команда считывания cookie. Ну, для того, чтобы каждый раз не устанавливать куку, да, я здесь добавлю такое условие. То есть, если... Если пустое значение cookie, только в этом случае устанавливать нашу куку. А в остальных случаях не нужно, мы ее будем постоянно получать от браузера. Вот. То есть, и здесь мы еще... вот мы ее просто выводим на экран, да. То есть, мы можем видеть, что от сервера response headers, да, вот видите, не приходит команда устанавливать куку, но он откуда-то берет вот эти данные. Каким образом? В запрос на сервер он отправляет значение всех кук, ну, в данном случае у меня только одна кука, да, и потом отображает ее на экране. Вот таким вот образом мы, условно говоря, связали, как бы, мой браузер, да, и сервер. То есть, сервер понимает, что зашел на сайт, например, именно тот пользователь, который заходил вчера утром, да, например, там. Вот. Но на самом деле куки, они... Тут нельзя хранить небезопасную информацию. Например, тут нельзя хранить логин и пароли. Да, например, там, ну, типа, ввел логин и пароль, и все, и тебя система сохранила за счет того, что логин и пароль сохранился в куках. Почему нельзя? Потому что, во-первых, ну, это хранится в открытом доступе. То есть, на самом деле, все куки в браузере может посмотреть другой пользователь, злоумышленник, да, ну, не то чтобы другой сайт, а именно, я имею в виду, тот, кто имеет доступ к вашему компьютеру. Это, во-первых, будут они храниться в открытом доступе, логин и пароли, это не очень хорошо. Во-вторых, все куки можно изменить. То есть, например, если вы ну, идентифицируете пользователь по куке и думаете, что это Вася Иванов, вот, он может просто подменить куки и там поставить другое имя. И теперь вы будете думать, что это там другой какой-то человек, да, и показывать какие-то другие данные. Это в корень неправильно. То есть, пользователю нельзя давать изменять ну, небезопасные данные, так сказать. Вот. Где можно использовать вообще куки? Куки можно использовать, как вы уже сказали, вот, был вопрос в рекламе. То есть, например, мы зашли по какому-то, мы, например, искали какой-то товар, да, на каком-то сайте. Система рекламная запомнила это в ваших куках в браузере. И если вы через этот же браузер там зайдете уже на другой сайт, да, то эта рекламная система считает свои данные кук и поймет, что ранее там где-то вы когда-то искали что-то и попытается вам предложить рекламу. Вот. Я думаю, все встречали такую рекламу назойливую, да, когда что-то ищешь, и потом на многих сайтах показывается соответствующий товар. Хотя вам, возможно, он не интересен уже, или вы его уже купили. Вот. И где можно использовать куки? Ну, чисто куки можно использовать, например, чтобы хранить информацию о шрифте, да, например, о дизайне. Например, вы зашли на сайт и хотите там увеличить шрифт. И чтобы при каждом заходе на сайт вам постоянно не изменять шрифт, не изменять дизайн или тему сайта, вы можете сохранять эту информацию в куке, да, то есть обычный пользователь заходит, меняет шрифт, меняет дизайн и все. Если он будет заходить в последующие разы через этот же браузер, то у него сохранится эта тема и этот шрифт. То есть, в принципе, это можно использовать для этих целей. Даже если он что-то там подменит эту куку, то на безопасность это никак не повлияет. То есть, у него просто будет неправильно отображаться сайт именно на его браузере за счет того, что он там испортил эти куки вручную специально. Вот. Это что касается кук. Вот здесь есть необязательный параметр у кук, expire, да, то есть мы можем на самом деле время задавать в секундах, и, условно говоря, эта кука будет жить ровно определенное время. То есть, по умолчанию сейчас кук, она живет ровно столько, сколько работает браузер. Это действие по умолчанию. То есть, я закрыл браузер, и my value, она исчезнет. Вот. Я могу указывать здесь время. Я могу поставить здесь один год, то есть, указывается время вот так вот. То есть, текущее время плюс количество секунд. То есть, например, сейчас я указал, что эта кука будет жить ровно час. 1600 секунд – это один час. Вот. И я могу даже целый год здесь поставить, она будет у вас жить ровно целый год. И даже несмотря на то, что там клиент закрывает, открывает браузер, это неважно. Единственное, что если, конечно, клиент откроет в другом браузере ваш сайт, то никаких кук не будет. Ну, понятно, потому что куки хранятся только в каждом конкретном браузере. У них свои. В реализации хранилища кук. Далее. Это примерно все, что следует знать для нашей практики. Далее – сессии. Сессии – это, как я уже сказал, механизм, который, в частности, использует куки для того, чтобы хранить идентификатор. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Для того, чтобы открыть сессию, представим, что у нас пользователь ввел логин и пароль и попадает в админ панель. Вот перед тем, как сохранить логин и пароль в сессии, надо написать session start. сессия у нас открылась. Идем дальше. То есть смотрим, что происходит с сессиями. На самом деле, sessions, они тоже используют служебную часть ответа и запроса, то есть заголовки. И посмотрим, что у нас произошло после написания команды session start. Мы в ответе видим специальную команду, setCookie, которую ранее видели с нашими куками. То есть это что нам говорит? Говорит о том, что сервер сказал браузеру установи у себя в локальном хранилище кук вот такую вот куку с ключом phpc.id и равная какой-то там 26 символьная строка. Она уникальная в рамках вашего сайта, и поэтому она будет уникальная у всех пользователей. И при последующих запросах мы можем видеть, что вот эта строка phpc.id помимо нашей куки будет отправляться на наш сайт. Вот. То есть примерно представляете, да, что идентификатор сессии записался в браузер. Что происходит дальше? Сервер считает, когда он получает вот этот идентификатор при помощи кук, вот эта функция, она понимает, что это не какой-то новый пользователь, это тот пользователь, который заходил ранее. вот. И теперь мы можем, например, в рамках текущей сессии, да, устанавливать что-то. Например, session ключ 1, то есть вот это, это массив тоже суперглобальный, и при помощи него мы можем устанавливать какие-то значения в сессию, ну, и, соответственно, считывать. давайте просто установим значение, например, единица. Или даже так вот из админ единица. Вот, переименуем session, ну, к примеру, как логин, да, и дальше логин, а эту часть мы переименуем в админ. Вот, и сейчас я писать логику пока не буду, логин, да, представим, что здесь у нас после успешной, успешного ввода пароля и логина, успешного, значит, они соответствуют, да, в действительности. ранее авторизовался. И в другом скрипте, опять же, не забываем написать session start, да, в другом скрипте мы уже будем проверять, если опять-таки используем функцию не empty, то есть не empty, она не только проверит, что у нас значение ноль, не ноль, но она еще проверит, существует ли вообще ключ, то есть она такая вот универсальная функция, кто не знает. Вот, если у нас не пустой, тогда выводим echo вы админ, да, вы админ, а иначе выводим ты кость. Вот, и давайте сначала попробуем зайти не на эту страницу, а на страницу админ и посмотреть, что происходит. Вот, он говорит вы гость, да, несмотря на то, что там передаются какие-то идентификаторы сессии, да, но дело в том, что сессия-то у нас открыта, но в самой сессии нет никаких данных, в частности, нет данных о том, что из админ равно единице. Мне нужно зайти, условно говоря, на страницу логин, да, как будто бы я ввел там корректный логин и пароль и вот, в рамках текущей же сессии, то есть идентификатор у нас остается, мы как бы сымитировали установку этого значения из админ. И теперь я вижу в админ, да, в админ, здесь надо вот так поставить, теперь я вижу, что вы админ. Тут важный момент заключается в том, что сами данные, сам флаг, он не хранится на клиенте, то есть на клиенте хранится только идентификатор сессии, вот, а сами данные, они хранятся на сервере, то есть иными словами можем сказать, что пользователь никогда не получит вот эти вот данные, да, не сможет прочитать, каким-то образом использовать эти данные в сессии, не зная вот этого идентификатора. То есть, конечно, он может подбирать, но уйдет несколько там миллиардов лет у него, если он будет методом перебора пытаться подобрать вот этот идентификатор. То есть, ну, это практически нереально. Вот. А если кто-то и думает, что реально, да, то он может просто дополнительную какую-то защиту сделать, например, там, проверку по IP-адресу. Вот дополнительную. И это как бы сузит вообще круг вашу, ну, круг сузит вероятность вашего взлома вашего сайта. Ну, как правило, никто с этим не запарывается. Вот. Это все примерно, что стоит знать о сессиях. Ну, и, кстати, чтобы еще было понятнее, да, чтобы было понятнее, я покажу, что у нас реально эти данные хранятся на сервере. То есть, для этого существует много специальных функций. У сессии есть вспомогательных. в частности, session savepass. Она показывает, где на сервере хранятся наши файлы сессии. Вот он указал путь. Давайте зайдем туда и посмотрим, что у нас там хранится. у нас там пока один файл, потому что у нас один как бы пользователь, это я, и один файл сессии. Если было бы здесь много пользователей, то было бы много файлов сессии. Вот. И посмотрим, что у нас там внутри. Если мы заметим, мы заметим, что прочитаем, если название файла, то мы заметим, что название файла, оно соответствует идентификатору сессии. Это так, для наглядности, то есть он всегда уникальный, поэтому его можно использовать как имя файла. Посмотрим, что из себя представляет содержимое этого файла. Ну, там будет не совсем текстовый, не то чтобы не совсем читабельный формат, да, у него определенный формат сериализации данных используется. То есть вот мы видим из админ, и он говорит, что интеджер число единица. Таким вот образом он в файле будет хранить все наши данные в сессии. Ну, на практике, конечно, можно хранить, то есть можно настраивать PHP таким образом, чтобы он хранил сессии не в файлах, а хранил сессии в базе. Например, если у нас высоконагруженный проект, и чтобы у нас не было много запросов на считывание файлов, мы можем это сохранить ключ-значение базы данных. То есть не мускул, а какую-то более быструю легковесную базу данных. Там Redis и прочие ключ-серверные базы данных. Но по умолчанию PHP хранит именно в файлах, в определенном служебном пути. Так, это все, что я хотел сказать про сессии. Давайте по вопросам. код индекс. В коде индекс ничего нет, он пустой. Он пустой. Что касается empty, null в PHP это empty. это функция. Она проверяет на пустоту. В частности, empty вернет истину, если это будет 0, null, пустая строчка или вообще отсутствует ключ массива. То есть там он несколько элементов считает как за пустоту. То есть срабатывает в истинном варианте. В любых других случаях, если например единица стоит в виде числа, в виде строки и так далее, то это будет уже ложь. То есть empty будет возвращать ложь. Не пустой. Что касается квантовый компьютер, говорят, за пару минут подберет PHP CSS ID. Ну, по крайней мере, Андрей, я такого не слышал еще, что он за минуту подберет все варианты. Вот, кстати, небольшая для вас задачка, Андрей. Почитайте, сколько вариаций нужно перебрать PHP CSS ID, если учесть, что это 26 символов, да, это используются только английские буквы нижнего регистра и числа. То есть алфавит у нас состоит из 36 символов, да, это 26 английских. Вот, это получится примерно 36 в 26 степени. ну, это очень большое число, просто посчитайте и вы поймете, что просто нереально большое. Вот, и даже если он там перебирает в одну секунду миллионы вариаций, да, что просто маловероятно. Почему маловероятно? Потому что вам же нужно делать запросы на сервер. У вас просто-напросто сервер умрет. То есть вам нужно сделать запрос, проверить, а нет ли такой сессии. Вот. обычно просто такого пользователя забанят в айпишнику и все, чтобы он не нагружал сайт. То есть там никак не получится и никакой квантовый компьютер не поможет. Вот. Так, а что если надо установить несколько значений в куке? для этого мы просто устанавливаем серверизованные какие-то данные. Вот представьте, что нам нужно... Во-первых, мы можем установить несколько значений в разные куки. Например, mycookie1, mycookie2 и так далее. Но также мы можем установить значения например в таком виде. JSON encode допустим AB. То есть JSON encode она преобразует массив в JSON и уже JSON можно сохранять в куку. Потом при считывании вы будете например JSON decode делать. Таким образом можно сохранить коллекцию каких-то данных. Но нельзя напрямую сохранять массив. То есть вы должны сохранять в куке строчки. Строки, чтобы потом иметь возможность преобразовать эти данные обратно в какой-то объект или массив. Вот это что касается кук. Так, ну давайте перейдем уже непосредственно к практике. В практике так или иначе мы рассмотрели примеры реализации. Да, и теперь перейдем к более сложному варианту. То есть представим, что у нас будет страница логин, страница индекс, логин, но пока хватит. самую простую форму, которую мы можем создать. Сейчас я не буду упираться в дизайн. Это все можно, конечно, нарастить дизайном. Все это будет красиво. Вход. Что нам нужно для входа? Ну, понятное дело, нужна какая-то форма. Форма метод. У формы существует два метода отправки. Это get и post. То есть get это через строку запроса, где у нас URL указывается, а post это скрытым образом, невидимым для пользователя образом. Так будет удобнее через post. И input. То есть указываем какой-то input. Например, это будет логин, это будет пароль. сразу создадим для них лейблы. Иди логин, этот лейбл для логина. Input пароль и лейбл для пароля. Ну и кнопочку, добавить кнопочку. Например, button. Button Type Submit 0 Абрамим их дивы, чтобы у нас каждый элемент был на новой строчке. И смотрим, что у нас получается с логином. Видим логин и пароль, вход. Так, смотрите. Пока я преобразую данные, как вы думаете, вот эта форма, куда я сейчас нажму на вход, куда она будет направлять по умолчанию и все данные, которые я ввел в этой форме. Вот в данном случае. На какой скрипт? Так, а я пока, Илья, отвечу на ваш вопрос. Можно ли сервера прочитать все клиентские SysID? Ну, во-первых, меня немножко смущает название клиентские SysID, да? То есть, если вы как администратор этого сервера и захотите узнать все ID-сессии вашего сайта, то, конечно, вы откроете и прочитаете все эти данные. Но если вы являетесь каким-то другим пользователем, то вы никак не сможете получить доступ к сессиям другого пользователя, который не не относится к вам. Action не указан, да, но по умолчанию, как вот один из участников сказал нам, что он по умолчанию будет отправлять действительно на текущий же скрипт, то есть на логин. Мы, конечно, можем указать здесь явно логин, а можем и не указывать. Давайте не укажем. Так, он отправляет на текущий же скрипт, да, и по идее, то есть в этом скрипте мы уже можем сделать проверку. То есть проверку там логина и пароля. логин, здесь имя указывается, если не пустой, тогда пытаемся проверить, да, что там. То есть проверяем, делаем авторизацию. если пост, давайте пока просто в виде константа, да, в виде строк. Если пост логин равняется админ, например, и пароль равняется пас, тогда что делать? тогда выводим, нет, даже не выводим, а тогда делаем редирект. редирект делается при помощи функции header, header, location, index.php, делаем редирект и завершаем текущий скрипт. А иначе, иначе, нам нужно какую-то информацию записать, что пользователь попытался ввести логин и пароль, логин и пароль оказались не пустыми, но они оказались неверными. В таком случае нам нужно скорее всего завести какой-то массив errors и туда записывать ошибки, то есть вы неверный логин или пароль, да? Вот, объявим эту переменную как пустую. Для чего? Для того, чтобы ее потом выводить например, перед формой. В цикле у нас получается errors, error, и выводим в виде списка, давайте сделаем в виде списка выводим все ошибки. в цикле. Вот так вот они выглядят. И давайте проверим, насколько это у нас конструкция работает. Так, вводим какие-то некорректные логин и пароль. неверный логин и пароль. Пытаемся написать admin pass и мы попадаем на страницу индекс. Вот, в принципе, у нас часть реализации логина готова. Но дело в том, что у нас здесь не используется сессия, то есть любой желающий может напрямую просто зайти в welcome, страницу index.php и получит то же самое. То есть ему не нужно вводить логин и пароль. Но до поры до времени, пока мы не внедрим механизм сессии. То есть я сделаю вот так вот session start в каждом файле. Причем здесь сделаю и сделаю определенную проверку. То есть если у нас не пустой session, давайте будем не просто хранить из админ, да, а будем в ключе юзер хранить данные авторизованного пользователя. Ну, там, например, логин и пароль. Даже просто логин, да, например. логин и имя. Это на будущее. Вот. Если у нас нету в сессии ключа юзера, даже вот так вот, empty, если у нас нету ключа, тогда мы выводим что? Ну, условно говоря, доступ запрещен и завершаем скрипт. Давайте проверим. Проверим. Действительно у нас доступ запрещен, он пишет. Вот. Теперь возвращаемся в наш скрипт логин. Не забываем активировать session start. И где у нас корректные логин и пароль, мы пишем следующее. Session user и записываем туда любую абсолютную информацию. то есть это может быть объект, это может быть массив, но в данном случае это у нас будет массив. Массив. Логин. Замин. и вот так вот делал. сохраняем эти данные в сессию. Еще раз проверяем. Так, пытаемся ввести логин пас. Вот. И мы видим welcome, да, то есть теперь welcome доступен со всех страниц, потому что в сессии, в идентификаторе сессии уже есть эти данные. Давайте посмотрим еще раз. действительно ли там есть такие данные. Да, есть такие данные. То есть мы видим, что есть ключ user, и вот он сохранил туда наши значения, да, пароль и логин. Отлично. вот здесь я бы написал бы не просто доступ запрещен, да, я писал header, также location. Location только уже на логин. Вот. Ну, я думаю, все понимают, да, что для полноценной админки не хватает еще одного механизма механизма не буду вас загружать. Механизма логаута, да, согласны. То есть нужен логаут. Механизм логаута. Ну, во-первых, здесь напишем вот так вот, то есть welcome персонализируем персонализируем приветствие. Welcome user login. Да, то есть сессии у нас хранятся уже данные, которые мы записали ранее. И здесь мы можем, например, еще вывести сессию сэшн старт, вот обязательно это будет являться ошибкой в большинстве случаев. Вот обязательно сэшн старт всегда открывайте в начале файла. То есть всегда, даже если там есть какой-то html-код, да, то сэшн старт должен быть в начале. То есть перед ним не должно быть никаких текстов, выводов на экран, да, html-структур, то есть он должен быть самым первым. Потому что он работает с заголовками. Так, это нам тоже соответственно нужно здесь проверку делать в начале. А здесь мы уже пишем welcome и user. Вот. и как мы уже сказали, да, что ни одна админка не обойдется без логаута. Поэтому давайте тоже сделаем список действий, которые могут быть на этом сайте. добавим еще ссылку на логаут, логаут.php выход. И сейчас мы этот скрипт сделаем. Так, логаут. здесь опять не забываем писать session start. Инициализируем сессию. И есть специальная функция, которая уничтожает всю сессию. То есть, что такое логаут на самом деле? Логаут это просто уничтожает сессии конкретного пользователя. Вот мы можем, конечно, вручную поудалять все данные, типа вот так вот unset. Unset это функция, которая удаляет ключ массива. То есть, элементы массива. Можем вот так вот user. А даже вот так вот записать и, в принципе, будет работать. Но если, например, у пользователя есть какие-то данные, были какие-то данные помимо ключа user, или вдруг вы забыли, что еще какие-то данные в другом ключе записали, то они останутся храниться какое-то время. То есть, это, в принципе, не нужно. Есть команды, которые полностью удаляют текучую сессию. Это называется session destroy. Вот. И после того, как мы сделали выход, то логично нас нужно куда-то перенаправить. Например, опять на страничку логина. То есть location login.php так, что-то с html напутал. Вот welcome admin и есть выход. Нагаут php. механим сработал. Как проверить? Попытаться зайти на индекс и он нас редиректит на логин. То есть, все, теперь сессии у нас нет. Нам нужно заново вводить логин и пароль, чтобы эти данные записались опять в сессию. сохранились в текущую сессию. Ну, давайте еще раз попробуем зайти и попытаемся зайти на страницу логина. Да, он отображает. Логично, авторизованному пользователю страница логина не нужна. Поэтому вот здесь я бы сделал следующее. То есть, я бы проверил if если не пустой ключ user, который устанавливается только при корректном вводе логина и пароля, тогда делаем header location index php. То есть, тем самым говорим, что незачем авторизованному пользователю находиться на странице логина. Все. Теперь у нас в авторизованном пользователе всегда отображается только админка. На этом этапе в принципе можете задать пока, если есть какие-то вопросы. Так, авторизовались в одном браузере, сессия открыта и живая. Ага. Открываем другой браузер и пробуем авторизоваться под тем же логином и паролем. Будет ошибка? Нет, на самом деле ошибки не будет. Просто вы будете работать в рамках двух сессий. То есть, что такое сессия? Это просто связывание браузера и файла данных на сервере по определенному ключу, да? Ключ называется идентификатор сессии. Когда вы откроете браузер и зайдете под этим же пользователем, то, как я уже сказал, сайт будет воспринимать, как будто это, ну, на сайт зашел другой пользователь пытается ввести тот же самый логин и пароль. Он просто создаст новый уникальный идентификатор сессии, и вы будете в рамках двух этих браузеров работать под одним логином и паролем, но в рамках двух разных сессий. То есть, это нормальная практика, и никто вам не мешает заходить, например, на почтовик с двух разных браузеров и одновременно быть активным. И даже не только в разных браузерах, но и на разных компьютерах, на разных устройствах и так далее. То есть, просто будет для каждого клиента свой уникальный идентификатор. Да, это такая существует механизм, его нужно как бы разлагировать. То есть, что значит разлагировать? Надо уничтожить, условно говоря, его сессию. То есть, ну, это более сложный вопрос, то есть, я сейчас его на практике не буду показывать, но вкратце это выглядит так. То есть, вы вы отрабатываете вход, проверяете, зарегистрирован, авторизован ли пользователь, если, например, он, вернее, заблокирован ли пользователь, если он заблокирован, тогда его, чистите его сессию и баните. Вот, и поэтому у него при повторной попытке после бана он почистит сессию, поэтому последующие запросы уже ничего хорошего не дадут, он будет являться гостем. Вот, ну, у нас остается буквально 10 минут, да, давайте еще, я вот что хотел показать, то есть, мы сейчас хранили пользователей, логин и пароли в виде строчки, да, это так, для простоты, но давайте сделаем хотя бы, хотя бы в виде массива, то есть, чтобы продемонстрировать то, что многопользовательскую систему, я понимаю, что у нас собрались здесь разного уровня ребята, да, и сложную реализацию сейчас показывать не буду, потому что будет для новичков очень сложно понимать, да, как работать с JSON, в принципе, я мог хранить пользователей и в базе данных, да, там, в мускуле, и пользователи мог хранить и там в JSON-файле, но в данном случае для простоты я буду хранить в виде массива, да, это у нас будет вот, ну, понятное дело, что в реальных условиях массивов вы хранить не будете, массивы вы хранить не будете, вы будете хранить где-то в базе данных, например, в мускуле, вот, и возвращаем список пользователей, то есть, например, login, и давайте укажем имя, вот, это во-первых, что вы будете хранить это все в базе, а во-вторых, вы будете хранить пароли не в открытом виде, то есть, значит, вместо пароля будет какой-то хэш, хэш от этого пароля, потому что сейчас пароли в открытом виде никто не хранит, например, какой-нибудь user1, pass1, да, это у нас Андрей, у нас, допустим, он нам нужен, вот, и users, на самом деле, мы даже, наверное, могли бы не отдельный файл, но для красоты я так сделал, отдельный файл, и здесь делаем require once, то есть, один раз подключаем этот файл, users, вот, и что делаем, и в цикле, в цикле продвигаемся по этому массиву, и ищем этот логин и пароль, если не пустые, тогда for each, users, as user, проверяем, если, юзера логин, то есть, вот, всю вот эту портянку, если у нас, здесь у нас, логин, равняется, логин, и пароль равняется, user, password, пароль, тогда, делаем вот это, сохраняем, причем в сессию, теперь мы сохраняем, что, мы сохраняем, не какие-то данные, а полностью ключ, user, полностью элемент массива, да, user, то есть, и там будет, в частности, храниться и наш name, наш name в сессии, да, помимо логина, и делаем редирект, ну, а иначе, иначе мы считаем, что пользователь не нашелся, и будем писать вот такую ошибку, да, error с неверной логин и пароль, давайте проверим, выйдем, админ, и, кстати, еще вот что сделаем, сразу для проверки, вместо welcome, да, мы будем писать, вместо логина будем писать name, вот так вот, вот, заходим, вот, и мы видим, что, что он потепил, и понял, что это является администратор, да, то есть, условно говоря, из нашей базы, из файловой базы, взял текущего нужного пользователя, вот, попытаемся зайти под другим пользователем, user1, пас1, вот, мы зашли уже как Андрей, то есть, он теперь воспринимает систему нас как Андрей, отлично, давайте теперь немножко нагрузим систему, и добавим, добавим роли, да, из админа равно единице, и из админа равно ноль, вот, и создадим еще один скриптик, да, это список пользователей, пользователей, user, user list, визу лист как сэшн старт и проверяем если у нас и м тем сэшн юзер и не пустой и у нас сэшн юзер является админом из ключи за админа равно единица когда только выводим а данные список пользователей выводим но я могу обратную логику сделать то есть если у нас пустой пользователь или у нас не является админом тогда мы делаем что хидер а тогда мы пишем у вас не хватает прав и завершаем скрипт вот а иначе иначе мы отображаем список пользователей обыкновенно просто в цикле обыкновенно просто в цикле по пользователю здесь просто выводим например даже я взял это наверное через тейбл все-таки тт таблица и был пираж это у нас имя и логинах мил 1 здесь выводим соответственно значение то есть а юзер нейм и юзер логин список пользователей так пытаемся зайти как админ пас пользователей мы видим список пользователей теперь пробуем зайти под андреем это у нас юзер 1 юзер 1 юзер 1 что-то я ошибся что-ли юзер 1 а пас 1 пас 1 и список пользователей да у вас не хватает прав то есть мы в принципе сделали механизмы даже ролей то есть у нас есть не просто пользователи а у нас есть ограничение да если админ то одно открывать если не админ то другое открывать так давайте перейдем к вопросам если куки если куки отключить будет вообще сессия работать или будет заново каждый раз открываться и как с этим бороться да наталья это все зависит от настроек сервера но вообще вообще то есть идентификатор сессии можно хранить не только в куках его можно передавать при каждом запросе то есть условно говоря вот здесь hpss id да там например xxs ну и какое-то число вот и проставлять их во все ссылки во все ссылки на сайте и ну и будет отправляться через get параметр но опять таки же не все сервера это воспримут и у кого-то просто отключена такая реализация да но возможность есть такая передавать через пост и get запросы не через куки но сейчас на практике вероятность того что куки отключены очень маленько на самом деле это раньше была такая проблема вот сейчас они практически все включены всегда через иначе просто половина сайтов будет некорректно работать ну вот зачем от пользователей нужно всегда через тикл ищется пользователь если будет pd с большим количеством записей то много времени поиск может и плюс от разных юзеров ну да я согласен то есть ни один сайт не будет хранить пользователи в файлах хранят их базе данных а у баз данных есть такое понятие как индексация и он не перебирает все записи он ищет по индексам например по по индексу да который навешан на поле логина находит этого пользователя в базе данных и проверяет у него логин и пароль вот но для демонстрации то я показал это как бы о наш сайт не просто не сможет выдержать большое количество нагрузок потому что во первых у нас пользователи хранятся в файлах да во вторых у нас все хранится на файлах вот это не совсем конечно гуд когда для хайлоадов проектов мы там будем использовать скорее всего какие-то баз данных да специфически так вроде бы для баз данных и свои поисковые запросы да все верно возвращать андрей опять таки вот я уже объяснил вам да есть специальные индексы вот да в принципе я скажу вот у нас на практике какой там миллион 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 у нас миллиарды записи на практике и запросы обрабатываются там ну миллисекунды то есть за миллисекунды это благодаря конечно оптимизации баз данных это благодаря грамотному построению индексов да то есть 25 миллионов это не это не проблема вот вот то есть ну конечно все зависит еще от того что от сервера то есть если у вас 25 миллионов пользователей будет на вашем сайте да то я думаю у вас и соответственно будут сервера мощные они какой-то там хоум хостинг до домашний хостинг так ребята еще вопросы какие есть так Продолжение следует... Ну, как это обычно происходит, регистрация? То есть мы просто бы создали новую форму, условно говоря. Туда бы добавляли пользователи, и пользователи, например, хранились в базе данных. То есть в данной реализации это не предусмотрено. Почему? Потому что у нас пользователи хранятся в массиве. Ну, так сказать, захардкожены. Если бы мы делали реализацию, например, хотя бы на файлах, через JSON или еще что-то, то у нас такая возможность была бы. То есть мы бы добавляли новых пользователей в этот файл и так далее. Что касается ООП. Нет, не намного на самом деле сложнее. И нормальные проекты, они все, конечно, делают через ООП. Но по понятным причинам, да, я не использовал ООП, потому что могут ее многие не знать. Вот. Но, так сказать, не нужно знать ООП для того, чтобы понимать, что такое сессия, авторизация и анонсификация, да. То есть ООП – это просто подход. И в реальных условиях, конечно, лучше использовать ООП. ООП – это будет и красивее, это будет и нагляднее. Это будет по-современному, да, потому что сейчас в основном все пишут на ООП. Что касается Пайтона. Ну, вот я имел небольшой опыт работы с Пайтоном. Ну, что я могу сказать? Хороший язык. Ну, как бы... Хороший язык, он считается даже в каком-то случае попроще. Чем PHP, да. Ну, принципы будут такие же. Вот я, который оговорил принципы, да, там, то, что передается вот идентификатор сессии там через заголовки, он сохраняется в браузерах. Принцип будет точно такой же, просто будете использовать другие функции, свойственные Пайтону. Вот. А все будет то же самое. Как делать неправильно? Во-первых, неправильно хранить пользователей в файлах в открытом виде с паролями, да. Здесь их надо хранить по-хорошему в базах данных, и пароль должны быть закрыты, в закрытом типе. Вот. Но если кто-то не знает, что такое хеширование паролей, да, просто почитайте в интернете, там несложно. Вот. Еще как делать неправильно? Неправильно использовать чисто куки, да, как я уже говорил. То есть нельзя ни в коем случае хранить массив наш юзер, да, в сессиях. Ой, не в сессиях, а в куках. Понятна причина, потому что пользователь может сам создать эту куку, и ваш сайт будет думать, что как будто бы он авторизовался. То есть все храним в сессиях. Вот. Ну и самые такие распространенные проблемы, самые такие банальные проблемы, которыми злоумышленники без особого труда могут воспользоваться и получить доступ, да. Вот. Но остальные они уже там более тонкий момент и требуют детального рассмотра. Воруют ли сессии как куки? Ну, чтобы вам своровать сессию, вам нужно получить доступ к серверу. Я думаю, если вы получите доступ к серверу, то у вас уже отпадет нужда воровать сессии, потому что вы получите полный доступ к сайту. Вот. Но это маловероятно. Да. А в сравнении с Явой, ну, на самом деле, ну, в любом языке это будет сделать несложно. То есть если вы... Опять-таки будет использовать тот же самый подход. То есть если вы на каком-то хотя бы таком минимальном уровне знаете Яву, да, то вам будет это сделать так же легко, как если бы вы это сделали, как мы это сделали сегодня, да, там, в течение часа мы это реализовали, даже полчаса. То есть это примерно столько же понадобится времени, чтобы реализовать и на Яве, там, на Пайтоне и так далее. То есть, ну, и на самом деле на любом другом языке, там, на Гоу-Ланге и так далее. Так, ну что ж, я сейчас еще подожду буквально минуты две, да, если у вас кто-то вопросы пишет, но так или иначе у нас уже вебинар подходит к концу. И давайте, если есть у кого-то вопросы, да, пишите. Ну, будем заканчивать. Так, по поводу двухфакторной аутентификации. Для тех, кто не знает, я объясню, что это такое, во-первых, да. Это, ну, она еще называется двухэтапная аутентификация. Она бывает, ну, используют они на разном механизме. Например, вы ввели логин и пароль, да, и потом еще подтвердили вход по СМСке. Ну, оправдана она, конечно, если это касается, например, каких-то банковских, да, кабинетов или каких-то данных, связанных с финансами, с повышенной безопасностью. Это оправданно. Но на простых сайтах, да, например, на новостном блоге, там или прочем, я думаю, это лишняя нагрузка. То есть сейчас пользователи перегружены этими всякими данными и как можно проще делать авторизацию, да, то есть не зря придумали галочку «Запомнить меня». Да, это делается для упрощения, чтобы у нас пользователь каждый раз не вводил пароль. Вот. А когда будет доступна запись? Запись, она доступна в YouTube будет по этой же ссылке. Что касается файлов. Я файлы выгружу на GitLab и на GitHub. На GitHub и ссылку я прикреплю к сообщению, к описанию этого видео-вебинара. Запомнить меня, да, вы имеете в виду? Да. Принцип основной простой – это то, что… То, что он сохраняет в сессии специальный еще дополнительный идентификатор. Вот. И для чего это делаете? Даже, ну, по умолчанию, например, на какой-то… На сайте, да, в течение там пяти, например, в течение получаса, да, если вы не работаете, то вас разлогинивает. Вот. Этот механизм работает для всех. Но если вы поставили галочку, например, «Запомнить меня», то в куках записывает специальный там идентификатор, и при последующих, например, разлогиваниях вас он увидит, что дополнительный идентификатор присутствует в куках и узнает по этому идентификатору, что это является там… являлся тем-то, тем-то пользователем и как бы восстановит сессию обратно. То есть воссоздаст сессию, которой он работал до этого. И он как будто бы и не выходил, да, на самом деле. Ну, сессия уже будет другая, например, полчаса прошло, а сессия будет другая. Но за счет этой галочки данные новой сессии, они будут такие же, как и до этого сессии. Да, в принципе, планируются вебинары по этой теме, по другим темам, то есть это не проблема. Просто следите, я думаю, там, следите за новостями, да, за сообщениями. Как только у нас будут появляться вебинары, будем встречаться, обсуждать, решать проблемы. Ну что ж, так, отвечаю на последний вопрос. Сессия действует, пока браузер не закроет. Да, по умолчанию они так работают. То есть сессия действует, пока браузер не закроет. Если вам нужно, чтобы сессии работали там в течение какого-то времени, вам нужно зайти на сервер, да, поправить там определенные настройки сделать, но это уже нужно как бы небольшие знания в настройках PHP. И поставить там, например, время жизни кук для сессии и время жизни файлов сессии. Вот. И после этого у вас будут жить куки ровно столько, сколько вы зададите. Вернее, и куки, и файлы сессии. Да, вам тоже спасибо за участие. Всем, кто принимал участие. Всем пока. Продолжение следует...